Вдоль моря громады утёсов Кивают задумчиво нам На этой чудной земле родился человек Часть судьбы превратила жизнь в некое удивительное символическое явление Как известно, у каждого народа своя история Своя неповторимая судьба Свои коллизии, свои напряженно-драматические, трагические повороты Всё, с чем связана судьба хронско-татарского народа Состояние его культуры отразилось в многогранном творчестве И в судьбе Шамиля Ралядина Творца и гражданина, художника и создателя Стоит на юге гор предел Шуршит камняк змея Вот здесь сержин Здесь песни пел Здесь родина моя Меж высоких гор Айпетри И густых лесов Маленькой деревушке Махульдур В начале нынешнего столетия Родился поэт и писатель Шамиль Алядин В эти горы и в лесах Четырехлетний Шамиль вместе с братом Юнусом ходили за дровами А в шесть приходилось Вместе со взрослыми Ходить на прогулку На табачные и виноградные плантации Приходилось помогать во всем Свою родную деревню Будучий писатель и поэт В повести Теселли Что в переводе с крымско-татарского Означает утешение Описывает так Но когда огремел гром И лил дождь Казалось, эту деревушку не могли заслонить даже высокие скалы Чудесные пейзажи гор Прекрасные лесные чащобы Трудовая атмосфера семьи Буквы алфавита Которым научил сельский учитель Вот первые впечатления детства Недемик, недемик Сенамлатмана Кенчликте Койлерте Первая соскечкен Сами мисси Евгемустегельма Работавшая с раннего утра И до позднего вечера Горная деревня И простая, дружная семья С малых лет воспитала Шамиля Суровым, но доброжелательным Привычным к любой работе Человеком чутким К радости и красоте жизни Иногда кажется Что жизнь избирательна По отношению к людям Она словно предпочитает Сильных и волевых Проверив каждого в гарниле Суровых испытаний И когда я закончил Три класса В нашей школе Вот где Где нет самого здания сейчас В Бахтисарае Я слышал, что в Бахтисарае Открывается новая школа Татарская школа Я попросил отца Отец мне разрешил Поступить в эту школу Я поехал туда Исмаил Ефендик Который нас учил Который являлся Муловой Нашей деревни Он посадил на Подводку Своих двух сыновей И меня И повез в Бахтисарай Пройдет время И маленькая Протелочная дорога Идущая от Махульдура К Бахтисараю Выведет Шамиля Алядина На большую Дорогу Жизни Окончив Семилетнюю гимназию В Бахтисарае Шамиль Алядин Поступил в Симферопольский Педагогический Технику Для молодого Шамиля Алядина Началось время Творческих Поисков Он стал Постоянно Регулярно Публиковаться На страницах Газет В 32-м году Крымское Государственное Издательство Под редакцией Известного Крымско-татарского Поэта Шеми Заде Выпустило Первый Сборник Стихов Земля радуется Радуется Небо Каждое время Отмечено Своей романтикой 20-е и 30-е годы Защита Социалистического Отечества Служба В рядах Армии Для тогдашней Молодежи Являлась Самой высокой И благородной Романтикой В 2-м сборнике Шамиля Алядзина «Песня Красного Казака» Поэт здесь Обратился К поэтической Фантазии К художественному Вымыслу Глядываясь В незначительные На первый взгляд Явления Действительности Художник Стремился Поднять их До уровня Больших Обобщений С течением Времени Форма Поэтических Произведений Становится Тесной Для тех Жизненных Впечатлений Которые Накопил Поэт В 36-39-х Годах В литературных Журналах Публикуется Ряд его Повестей И рассказов Шамиль Сеитович Становится Членом Союза Писателей СССР А в 39-м Году Председателем Союза Писателей Крыма И тут Я наблюдал Как Начали Выбирать Вытаскивать Этих Старых Интеллигентов Из их Квартиры Как Начинали Их Сажать Арестовывать Сажать Расстреливать Всех До единого Крымсотатарских Старших Интеллигентов Ни одного Не оставили Чтобы он Умер Своей Смертью А вот Девай Их Все Расстреляли В 41-м Война Приходит В Крым Собрав Но это Не из Севастополя Оказывается Из Бахтисарая Полный Эшелон Даже Дверь Открыть Невозможно Было Меня В окно Закинули Просто Три Человека Просто Своим Своей Торбот Я приехал В Одессу Там Крым Входил Одесский Военный Округ Там Меня Определили 130-й Полк 9-й Армии Осенью 45-го Года Нас Немножко Задержали После Война В Третий Украинский Фронт Приехал Еще Длинное Шиняль Сохранилась У меня Длинное С длинным Разрезом Сзади И Шпоры Все Такое И я Иду 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 Ни Одного Татарина Не вижу В городе Значит Жили мы На Жуковской 20 Дом Специалистов Поднялся На третий Этаж На наш Этаж Постучил Постучал Значит Женщина Приоткрыла Приоткрыла Двер На Цепочку Цепочку Я пребывал Сам Перед Войной Вот Настолько Посмотрел На меня Ушла Мне Представили Представляли Эту квартиру В 1938 году Совет Министров Совнарком Крыма А я Перед 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 Войной Написал Одну Пьесу Нянькеджан Ханум Назывался Это О жизни Дочери Токтамышхана Думаю Может быть Это Рукопись Уцелела Где-нибудь Завалялась И Потом У меня Масса Книг Было Дома Энциклопедии И так далее Потом Мне Рассказывалось Что Книги Мои Немцы Сожгли Рукопись Забрали Да Жизнь Крепко Била Поэта Кавалериста Участника Великой Отечественной Но Его Характер И Внутренняя Духовная Сила Только Закалились Его Талант Только Рассвел Послевоенные Годы Издаются Ряд Его Романов И Повестей На Крымско Татарском Русском И Успехском Языках На Чужбине Писателю Не дает Покоя Ностальгическая Тема Огражденная Многими Рядами Не только Красных Флажков Но и Колючей Проволоки Эта тема Утерянной Родиной Наибольшую Популярность И любовь У читателей Завоевала Повесть И Блесны Диафет Энедавет Что в переводе С крымско-татарского Означает Приглашение На Перу Дьявола Писатель Дерзнул Обратиться К запретному Периоду Крымско-татарской Истории Захватывающим Документально-художественным Произведением Повествуется О трагической Судьбе Крымско-татарского Просветителя Демократа Демократа День, если День, если Любишь Крымско-тарского Демократа 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все остальное в нашей литературе и культуре вращалось вокруг Шамиля Алядина. Его вклад в нашу литературу неоценимо просто. Вот он один создал школу. Один. Вот школа Шамиля Алядина. Все писатели нынешнего поколения и журналисты все прошли через эту школу. В 65-м году, когда мы пришли в газету, если бы не было Шамиля Алядина, мы бы все разбежались. Никто без нас не остался там. Вот на наше счастье этот человек появился там и этот человек нас остановил. Он нас остановил, собрал вокруг себя и создал, знаете, вот одну рабочую комнату превратили в класс. Он всех нас загнал в этот класс и каждый день мы там занимались. Другого выхода просто не было. По-другому выучить язык не было возможности. Последнее произведение, написанное писателем в годы депортации, была повесть «Я ваш царь и Бог». И что примечательно, после его публикации на страницах газеты «Хрым» через несколько месяцев, летом 1994 года, Шамиль Сеидович вместе с семьей вернулся домой в Симферополь на постоянное жительство. В этом произведении мастерски сконцентрирована народная память о депортации. О геноциде, об их шертвах. Сюжет этой невыдуманной повести выхватил из пространственно-временной бесконечности то прошлое, которое крымские татары никогда не забудут. То прошлое, которое на судьбу каждого из них наложило свой небывало трагический отпечаток. То прошлое, которое сегодня остается настоящим. Да, писатель звание почетное и многотрудное, особенно когда живешь вместе с народом и в горе в радости. Переносишь с ним все тяготы, выпавшие на его долю, а значит и на твою долю. А можно было устроить ведь судьбу иначе, лучше. Писать хвалебные псалмы и оды времени, слагать гимны, величавые эпохи, раболепствовать. Но всем распоряжается совесть. А если она есть, не даст она уйти на скользкую дорожку ременщика под певалой. Вот по такой жизненной философии и сложилась творческая и гражданская судьба народного писателя, писателя Акцакала Шамиля Сеитовича Алядина. Видно, так воспитали родителей и учителя, так споил его родник культуры, его народа, что писал он всегда то, что на сердце. А посему творческий жизненный путь Шамиля Алядина – это живая история крымско-татарской литературы и культуры последних шести десятилетий.